Не надо ничего просить, писать в чате. Оно все наступило прямо сейчас, прямо здесь и сейчас. Сюда можете не подписываться, потому что голосования по альбомам не было здесь. Голосование по альбому обычно вот здесь, но мы его не запускаем сейчас, потому что у нас всего три альбома из новых, которые вышли. Мы еще будем добивать старые. Первый по запросу максимально Джизус. Второй. Сегодня вот здесь в чате выяснилось, что это будет Квизмяу. Третий будет Найн Майс, да. Поэтому в любом случае можете подписаться, конечно. Здесь можете подписаться даже бесплатно для начала, потому что тут уже много чего открыто, бесплатно можете посмотреть разборы разные, там отслеживать, перезаливы какие-то, ан-релизы, бла-бла-бла, короче, много чего. Здесь надо быть на самом деле, надо, надо. Просто надо быть здесь и без всяких вопросов. Первое, что бросается в глаза, сумасшедшая обложка, которая сразу же летает на номинацию, естественно. Даже без каких-то там вопросов и рассуждений, да. Это жестко, прям очень жестко. Спасибо большое, это интересно смотреть и слушать. Слушаем внимательно. Что нам сказал, да, он так, подкаст. Ведущий подкаста Букер спрашивает Влада Джинуса. Старик, а что дальше? В плане песен у тебя за прошлый год вышло два больших и хороших альбомов, много мощных синглов. Что же будет дальше? На что Джинус ответил. Ну да, так вышло, музыка накопилась. Ну в общем, сейчас у меня готов еще один альбом. Ну точнее сейчас мы его еще сводим. Точнее не знаю, когда он выйдет. На тура, во время тура или уже после. Также на этом же подкасте Букер спросил у Влада. А вот когда ты в последний раз плакал от какой-то песни, бывает ли вообще, что у тебя и какая-то песня в последний раз пробивала на такие эмоции? На что поступил ответ. Для меня это нормально. Я считаю, что плакать это естественно, иногда даже полезно. Последний раз, когда мы ехали в очередной город Тура, я ехал, забившись в угол нашего с пацанами автобуса и слушал на повторе интро моего нового альбома и все время плакал. 0.03.03.23. Джинс на концерте в Воронеже. Мы сегодня будем играть вам новые песни из нового альбома. Короче, воспринимайте их как хотите, делайте что хотите. Кайфуйте, танцуйте, снимайте, смотрите альбом в мае 0.08.03. На всех митинг-рит в рамках тура группа делала росписи на маленьких квадратиках с обложкой нового альбома. Март, апрель, май. Прикольно, да? На каждом концерте тура группа играет почти все песни из нового альбома. Блин, ну жестко это, я не знаю. Как будто презентация же должна быть после альбома, да? Для фанатов получается все спалено уже. 0.04. Влад говорит на одном из концертов тура. Короче, альбом выходит 25, то есть в последнюю пятницу мая. Первый сингл Spirit of the World. Слушали? Лютое дерьмо. Второй сингл Жвачка. Пойдет. Альбом вышел. За год 26-го. За год альбома неофициально в фан-телеграммах были слиты демо-версии песен Жвачка, Галактика, Голодин. Первый сниппет из альбома был в январе 22-го. Сниппет из альбома был в январе 22-го. До выхода, господин Никто, песня Райли, а в временем тогда группа начала писаться по словам гитариста группы. Едкий дым был представлен летом 22-го. Ну, с другой стороны, рок, да? Что типа там может быть, да? Не пара, а планировался синглом. Не вошедший в альбом шоу Биз, где-то была, возможно, перестанут выше песни, станут синглами. Что артист сказал о релизе? Этот альбом – книга. Следующий шаг в нашем творчестве, в котором лирика, музыка и чувства образуют вселенную, погрузившись в которую слушатель сможет услышать, прочувствовать и найти внутреннюю гармонию. Отлично. Погнали. Заповедь. Чего я жду? Лично для себя, просто моя субъективная хотелка, желалка, припев, как минимум, уровня апокалипсиса сегодня. Просто почувствуем. Пусть он будет разный, пусть это будет совершенно другая музыка, чтобы меня пробило настолько же. Вот чего лично я хочу. Spirit of Drone мы уже слушали, это бомба, базара нет. Поэтому уровень, уровень качества, скрима, музыкальное сопровождение. Вокал, самобытность, интересные какие-то идеи, да, по тексту возможно нам что-то расскажет. В общем, ждем качества. Погнали. Заповедь. Let's go. Ну и концепт, конечно же. Дух мира все-таки. Владей собой среди толпы смятенной, Тебя клянущий за смятение всех, Верь сам себя наперекор вселенной, И маловерным отпусти их грех, Пусть час не пробил, жди, не уставая, Услуги же ты, не снисходи до них, Умей прощать и не кажись прощая, Великодушнее мудрея других, Умей мечтать, не став, Вот это очень сложно. Вот это очень сложно. Разрушено и снова, Ты должен все воссоздавать со снов, Умей поставить в радостной надежде, На карту все, что накопил с трудом, Все проиграть и нищим стать, Как прежде, И никогда не пожалеть о том, Умей принудить сердце, Нервы, тело, Тебе служить, Когда в твоей груди Уже давно все пусто, Все сгорело, И только воля говорит, Иди, Останься просто, Беседуя с царями, Будь честен, Говоря с толпой, Будь прям и тверд, С врагами и друзьями, Пусть все в свой час Считаются с тобой, Наполни смыслом каждое мгновение, Часов и дней неуловимый век, Тогда весь мир ты примешь, Как владение, Тогда, мой сын, Ты будешь человек. Великое стихотворение. Да, великое стихотворение, Вот все база, Да, просто все. Это просто... Сильнейшая история. Стихотворение Киплинга, Влади собой. Ну, если какой-то человек Может реализовать из того, Что здесь сказано, Хотя бы на 10%, Он уже прожил великую жизнь, Считай. Хотя бы на 10%. Шикарно. Полностью соответствует Это стихотворение, Да, вот это вот слово-мошечка, Реализация Дух мира. Ну, слушаем. Галактика. Погнали. Первый дрэк. После дружки. Серьезное название. В доме никого не думал, Кто ты есть. Как же мне успеть допеть? Я уже прожил здесь 10 лет, Я буду любить тебя здесь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ничего себе. Здесь больше раскрывает, да? Он придет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 не то что не то что так да да вообще не душно нет нет духа ты постоянное развитие эмоций постоянное развитие переживаний попрошение какое-то до вверх в пустоту в бесконечность во все стороны плач от происходящего у людей до что вот так это все здесь стремление постоянного дизиса куда-то вырваться до куда-то вырваться за пределы он в принципе хотел вот я помню разговоре он хотел создать что-то такое я ждал от него на самом деле какой-то работы серьезной о жизни о мире какой-то философии то есть чего-то большего чем просто музыка о каких-то бытовых вещах или какие-то долбежки да даже концертные крутые а что-то что-то высокое что-то философское с рассуждениями с глубиной с важностью бытия да так сказать то вот как в общем то начинается это с какого интро она начинается и в этой песне в принципе да то есть мы тут не уносимся особо мы погружаемся погружаемся вместе с ним летим несемся да вот я уже брожусь десятки лет его не видимо теперь я здесь да ну типа так сказать материализовалась через его оболочку через его тело душа так или иначе да ну энергия воплотилась в тело не спасет интернет он лишь защищает сеть почему родился здесь попал в эту сеть почему десятки летит едать почему сюда именно он пришел да ну рассуждение короче так или иначе о быте человека до уничтожься застав горит заново начни производства души да да ну вероятно это все уже и было много раз поэтому все папу все по плану скольким нужен мне нужно быть умнее до понять он хочет мир так тошно от ублюдков на этой земле эта история здесь хорошо звучит припев как никогда раньше до в этом треке аутро хорошие 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 интересные глубокие рассуждения человека который ищет более высокие смыслы нежели копошение в какой-то суете до копошение во вторичном хорошая атмосфера вы знаете как будто возможно это звучит хорошо на концерте но это как будто трек не для концерта то есть этот трек в одного позалипать да прям вот даже не знаю лежа в наушниках или в колоночках прям посмотреть закрыть глаза или смотреть в потолок если конечно есть возможность смотреть на звездное небо лежать слушать этот трек это конечно идеально ночью да как будто бы это для какой-то внутренней рефлексии вообще не для того чтобы с кем-то это разделить и на концерте наверное тоже можно но короче это трек для какого-то глубокого поиска и раз размышлений таких о высоком до персонального причем наверное потому что каждый человек в этом треке наверное увидит и найдет свое каждую строчку как-то он раздекодит по-своему эмоции все это увидит возможно слезку даже пустит от происходящего поймет и почувствует о чем он говорит вот эта вот история она не 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 а ненависти дал не а ненависти к людям на самом деле вот это из как я это понимаю да я не буду конечно утверждать но мне так тошно от ублюдков на этой земле то есть это не а ненависти к людям в целом как и здесь до поется типа нам научи нас жить убей всех людей вот это именно о страдании о том почему все так идет почему люди не могут прийти к наилучшему бытию из возможных для себя почему они не могут так сказать зажить полноценной чистой жизнью человека как говорится в стихотворении в интро почему этого не наступает я думаю что это переживание непосредственно об этом вот и так подгрузиться можно на этой теме да и припев хорошо дополняет но я говорю то есть для меня это не концертник это не история про хит эта история про концепт развитие своих эмоций какого-то явление внутреннего мира да хорошая песня спасибо не задушила зная меня да ну хотя нет вы знаете часто что бывают песни я говорю 5 минут на 6 минут не не душно а бывает 220 нереально душно потому что на минуту 40 уже надо было заканчивать какая-то песня все зависит от идеи вот человек умеет раскрывать свою суть раскрывать идею вести 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 нас и мы такие раз и типа как будто 320 послушали да а на самом деле послушали 530 а будто 320 спасибо кайф идем дальше spirit of the world ну как будто за главная история альбома до дух мира слушали мои бомба погнали есть разбор на канале отдельно этой песни послушаем для концерта и пойдем дальше а и кто а и кто а а а Это прям сумасшедший концертник Просто сумасшедший концертник Молодой и вечно грозный Отлюбиться, болен мусор, вечных денег нет и пуска И тебя внушел в пиво, пиво, пиво Вон без мыслей наша и спасу по земле костей Отчисаться рельефы Ну, эта песня, конечно же, есть в нашем плейлисте, да, типа? Вон в том, да? Сумасшедшая гитара вообще на заднем плане играет Да-да-да-да Это просто хит, да, это просто большой хит, концертный хит, очень яркий трек. Шикарная, шикарная гитара. Просто бесконечно круто, не настолько я глубоко могу понять это, просто на уровне ощущений это идеально сделано, очень красиво, очень мощно. Хотелось бы услышать мнение прям экспертов в гитаре, можно ли к чему-то придраться, типа что-то я не услышал или еще что-то. Это прям очень красиво, мощно. В целом этот трек совершенно отличается от того, что мы слышали до этого, вот галактика, заповедь, да. Это прям максимально разъебный концертник, вот по-другому тут не сказать, в котором все очень хорошо, да. И вот это аутро, вся эта гитара и в конце идущая на фоне гитарное соло, это прям ну топ, просто топ. Есть отдельный разбор по этому поводу, можете посмотреть, если хотите. Следующий трек мы слушаем тем временем «Сигареты и творчество». Вот хочу, чтобы какой-то трек был такого уровня, как предыдущий. Пойдя, нет. Хотя, учитывая концепт, может быть этого и не будет, да. Да, вот те же вопросы, что и во втором треке. Да, да, да. Как и в треке «Галактика». Да. Но немного не об этом. Как и в треке «Сигареты и творчество». Отвечу себя 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 Припевчик тоже хороший Хорошая идея Продолжает свою историю Он развивает Говорит об этом Что вот Не хочу умереть Вот жизнь Вот так вот Люди вот такие Вот тем не менее Мир взрослых людей Я взрослый ребенок Буду светить В этой желчи и тьме несмотря на все что я хочу это нести свет вот сколько бы он не пил о том что вроде вовсе бесит люди там чё все равно он хочет создавать круто хорошая песня хорошая песня по идее по припеву норм по реализации как-то сыровато честно то есть это не хитовая история следующий трек все забрать Интересный дроп Неплохо Я не вы Мне нужно все Все забрать Мне нужно все Все забрать Мне нужно все Я не могу Мне нужно Мне нужно Мне лучше Хочется Это очень мощный Я не могу Мы Но поколение умрет От своих идей Им так явно нужно то, Чтоб знать, чем ты нужны Я без оружия Ты же хочешь встретить брони, которые хотят Я без оружия Да, ну это очень мощно Это очень сильная работа Сноски, да, да Там тем более что-то, какой-то кринжатину пишут в этих сносках По большей степени, сорян, те, кто это делал Но вы какой-то, что-то, какой-то там Это очень сильная работа Это песня уровня Spirit of the world, пожалуй Да Опять же, мы прослушали 4 минуты Кто-нибудь духоту ощутил? Нет Интро, когда оно развивается Это одна история Когда оно просто тупо играет музыка Это совсем другое Здесь все развивается Все развивается Нас погружает в эмоции Опять же, да, опять же Я сгорел и воскрес Моя тема, мне нужен воздух Мне нужно все забрать Все забрать Поколение умрет от своих идей Им так явно нужно то, чтобы стать чем-то нужным Я безоружен, я сгорел и воскрес Нужно все забрать Нужно воздух Да Воскрес Да, абстракции так или иначе Да, абстракции Я не вы Мне нужно все забрать Но с другой стороны Типа я не вы Мне нужно все забрать Им так явно нужно, чтобы стать чем-то нужным Поколением умрет от своих идей В этом же треке получаются те же самые идеи От которых как будто поколение и умрет Что с чем-то стать нужным Забрать все Мне нужно все забрать Мне нужно воздух Хотя, с другой стороны Он, наверное, об этом и поет От лица этого человека Которому нужно все забрать И именно поэтому поколение умрет от своих идей Я сгорел и воскрес Моя тема, мне нужен воздух Короче, да Вот опять же Сила абстракции Сила абстракции и эмоций Которые он закладывает сюда Она довольно высока Можно подумать, с одной стороны Что он о себе поет Что мне нужно все Мне нужно все забрать Мне нужен воздух Да, типа вот И вот чуть ли не И дышать И забрать И вот все полностью под себя Да, как будто под себя Он о себе Со своей стороны он поет А как будто он поет И со стороны того Что от лица тех Чье поколение умрет От своих вот таких идей Да, так сказать Так или иначе Желающих все захватить Все забрать Вот эту всю историю Да Я сгорел, я безоружен Красивая работа Очень хорошая работа Я пока не буду добавлять Трек в плейлист Потому что мы можем взять Всего лишь два Да, и у нас спирит добавлен Но этот трек Типа Смело мог бы лететь В плейлист И я думаю В чей-то плейлист Он с удовольствием полетит Следующий трек Ждал тебя Спасибо Пока концепт сохраняется Качество музыки Очень высокое Очень сильный альбом На какую-то песню С самого Джизуса похожим Вот эта часть Что? Я искал тебя Я искал тебя Не хочу быть рядом с тобой Я искал тебя Твоя истинность Попрошу быть рядом со мной Моя истинность Кресно, да? Мне не нужен этот мир Нет, мне не нужен этот мир Мне не нужен этот мир Беги я Красиво! Ох, бля, какая атмосферная песня Я бы тоже добавил эту песню Красиво! Сейчас даже можно не читать Не знаю, не перепарщивает ли с количеством? Я хочу быть рядом с тобой Твоей истинной Да, прям, типа, полностью Блин, первый раз это жёстко выносило Такая странная песня, да? Твоя истинная песня Твоя истинная песня Ну, что-то прям вообще другое, да? Это что-то другое, но это очень что-то дико-дико сильное Это прям Не знаю, какая-то песня погружающая в транс, пожалуй И она способна пробивать на какой-то внутренний взрыв, что ли, прям Если реально под какую-то песню действительно плакать, то, наверное, под эту, да? И опять же, здесь может быть что угодно, да? Ну, ждал тебя Можно и про женщину сказать, там И кто-то может там и про родителей сказать И про мать, допустим Бля, короче, это жёстко, да? Реально может быть Рядом с тобой твоей стеной Там про же мне не нужен этот мир Не нужен, да, да Я так долго ждал тебя Либо вообще про Бога, допустим Это можно сказать, да? Соответственно, поиски Бога Прийти, так сказать В своих духовных поисках В своей глубине В попытках познать мир Прийти к каким-то откровениям Открытиях Открытий вопросов И с одной стороны Либо здесь вопрошать И почему же этого нет До сих пор Либо Наоборот Радоваться этому И что, типа Ты познал это Поимел И мне не нужен этот мир Типа не нужна жизнь Короче, тут можно фантазировать И философствовать Далеко уйти На самом деле Фух, бля Про закладку Ну да, да Охуенно Именно про это Тут и есть Страшно, реально Прям Фух Шикарный трек Шикарный трек И знаете, что самое главное Песни все разные То есть кто-то может А что там вообще Ракешник будет Брынь-брынь-брынь Поорал Нет, да, прям Максимально разная история Спасибо, это Это очень сильно Это очень сильно Поначалу Поначалу показалось, что Как будто вот эта история Немного душит Да, повторение Еще одно Но есть ощущение Как будто чуть-чуть По-другому что ли Оно исполнено Чуть по-другому Исполнено Пост припев, да По-другому вроде исполнен Мне нужен мир То есть вот это как Как с тем припевом, да В пятиминутной песне Галактика, где припев Исполнен по-другому То есть это не просто Раздабленная история А он еще раз спел Как-то не так, да Ощущение есть Такое, трек От этого живой трек Получается Короче, эти два трека подряд Я бы тоже добавил, да Ну вот этот трек Он прям особняком стоит Он такой, да Прям Необычная песня Он еще даже, знаете Он еще глубже даже, чем галактика На самом деле Именно по По силе своего пробивания, да Это не концертник опять же сумасшедший Но и вот этот можно на концерте Галактика прям совсем, наверное, будет Может быть душно Не знаю Вот это можно сделать Но это прям сплющит, да Конкретно Прям сплющит, сплющит Что-нибудь бы по Что-нибудь поживее бы лучше, да Там нутрица за творчество Или spirit of the world Что-то такое, да Каплей дождя Следующий трек Погнали Планета в хаусе ураган Хорошо, хорошо Продолжает концепт, да? Продолжает Продолжение, да Ну вот это, допустим, концертик, да, жесткий просто. Город, как море, волны, дыханье твоя боль, и слезы в нем стали дождями, не бойся, не бойся, накроем все тайны, а осень не встану, чтоб обмануть расстояние. Ты капля, ты море чисто и кристально, мы станем рекою, мы будем смеяться. Вместе с последней капли дождя, 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 вместе с каплей твою мозг, дождя, 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 вместе с последней каплей дождя, дождя, дождя. Есть из капли двойной дождя, 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 дождя. Смотрите, какое отмирено знает только небесный маяк, но если я вдруг стану берегом, ты знай, помни, что я. Я жду тебя, 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 я Дождя, здесь капли твоего дождя, дождя, дождя Дождя, дождя Дождя Да Галактика на опенэре Не знаю Залетает в плейлист эта песня Залетает в плейлист Очень круто Большая работа Мало того, что это концертник нереально хитовый Так это еще и сумасшедшая эмоциональная вещь Не просто долбежка сумасшедшая концертная Смотрите, как интересно он сделал куплет Вот прям постарался Вот, например, в треке По-моему, «Секреты творчества» Я говорил, что там не очень Да, вот эта история Я буду жить Да, да, «Секреты творчества» Там бросовый был куплет, честно Вот второй в особенности Здесь очень скрупулезно он подошел Прям вот идеальны все эти интонации, паузы Да, прям очень красиво Третий куплет Третий куплет вообще совершенно Прям на каком-то Очень высоком тембре спел Бриджик потом, да Еще нас прямо вот готовят Первая строчка Тут тоже с ямкой без музыки Бах Просто взрыв, да Шикарно Прям мы прокатились здесь по горкам эмоций И прожили жизнь вместе с ним, да И получили сумасшедший вайп от песни Я хочу быть на Увидеть, как это работает на концерте Это прям Я думаю, что это одна из песен, которая пополнит его Так сказать Концертный рюкзачок песен Которые постоянно люди будут просить и хотеть Понятно, что в основном старые, конечно, люди Просят песни, которые ассоциируют их с какими-то эмоциями Они уже привыкли их получать на концертах Да, старые большие хиты Но с точки зрения качества Мне кажется, эта песня вообще мало чему уступает из его репертуара Это очень круто Спасибо, забрал в плейлист Или наравне, или сильнее, чем Spirit of the World эта песня Очень сильно Следующий трек Жвачка слушали мы, но прослушаем Еще разочек Погнали Да, и вот тут у нас Поспокойнее Да, уже подошло Потому что там вот Максимальный взрыв Произошел И снова Раз То есть вот Нас опять катают Либо мы лежим Смотрим на звезды Либо Либо Капли дождя Либо Капли дождя Либо 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 Поставлю 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 паузу Либо 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 Вот это как Как будто под затянутым ощущается все-таки То есть он как будто дал все эмоции и потом развитие эмоций не особо вот в чем момент да Может в этом проблема не знаю Вот такого хорошего развития эмоций как были вот предыдущие песен тут как будто Мощно дает парты Мощно дает парты Хотя под конец вар вроде Чувствуете да? Вы чувствуете как хрон ощущается в этой песне? Хотя вот 4 минуты прошло Были песни длиннее Предыдущая капля дождя 3.57 Ну почти такой же по 4 минуты хрон А там вот просто Тут хрон ощущается Потому что По другому немного тут звучит оно Как вот Те песни где структурка вот прям Как надо Следующий трек Есть разбор отдельно этот трек Можете посмотреть Плавишься Let's go Let's go Let's go Человек смола он может плавиться Let's go А еще у нас да? Прям после жвачки еще у нас Еще у нас да? Прям после жвачки еще у нас Ооо агрессивненький такой вообще Красиво. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok И вот он максимально на своей ебанце двигается дальше Либо в каком-то созидательном ключе То есть маниакально настроенный в каком-то интересе чего-то То есть какая-то глубина какого-то вопроса Его интересует настолько Что вся остальная мишура Его не забирает с собой Да не погружает ни в какие там нейросети система Он не путается ни в тенях Ничего у него не происходит Да вот он просто двигается дальше Ну такая вот история В целом музыка просто лютая, реально, дикая музыка Знаете, что я хочу сделать? Я хочу просто взять и забрать эту песню на продюсера Я хочу забрать эту песню на продюсера Я могу это сделать? Конечно могу Я могу сделать все, что угодно, и это охуительно Так, бам, Джизус Продюсер Бай Джизус тоже, да? Вот так вот сразу, короче, да Продюсер месяца, здесь 5 баллов Структура 8 Индивидуальность, харизма Так, сейчас Бам-барам-бам-бам-бам-бам Что это, что это за цветок? Почему гитара его опять накрывает? Как мы сидим без системы, как себя не потерять? Хорошая идея 8-9 баллов Да 10 баллов 8-4 баллов Идем дальше Я голоден Погнали Забрали в продюсер Потому что музыка, ну просто Тут везде музыка сильная Но вот это прям хочется забрать Вы все думаете обо мне Let's go Я голоден От того, почему здесь Я один на этой темноте В пустой комнате Опять, да? У нас качали эмоции Контраст Шикарно, да? Забирает О, хорошая пауза Да, смотрите музыку опять В минуте И я один звучу на уста В этой темноте Голоде Тут такой скрим double На бэк-мокалин Живую скрипту, да? Я думаю о луне Очень красиво Аутро в этой песне На какой-то одной волне Единственное Трек слышится Каким-то Типа знаете Допустим Много очень сильного Аутро На какой-то прям Вот одной волне Да? Без каких-то Может быть Недостаточно разнообразен Припев Да? Вот тут Это история Потом Это история То есть Ну вот Я думаю о луне Ну тут Типа Мы поняли Да? Хочется сказать Но в целом Как бы Песня хорошо исполнена Хорошо спета И как будто Есть ощущение такое Что из хорошо спетого Какого-то парта Не стал он Давать ему развитие И оставил Типа как есть Хотя надо было Немного распушить Еще эту песню Немножечко Разлохматить Да? В разные стороны Возможно Ее разлохматили Вот такой скрипочкой И таким аутро Ну вот Как будто Что-то не хватило Для того Чтобы она Была максимально Законченной Завершенной И Шикарной Типа Тир-1 Песни этого альбома Вот туда Ближе К К добавленным Так сказать Вещам Да? Каким-то партом Из трека Жвачка Партом К целостному треку Капли дождя Спирит Естественно Ну Галактика И все забрать Блин Ой Ждал тебя Точнее Вообще Отдельные Отдельные Какие-то Истории Да? Следующая Песня Я думал Не Но эмоции Дико Дома Щи Передает Дико Передает Эмоции Ятки дым Let's go Моя любовь Звук Звук разных треки Да? Домой Дыхает Дом Эти Эти детки Дом Эти детки Дом Эти детки Дом Я не помню Я не помню Это песня В исполнении Не помню Life Когда мы Когда мы со Славой Мерл Да? Там были На концерте Джизуса На ВК-фесте Не помню Совсем разное Восприятие Ощущение Ох, наконец-то Дэм-дэм-дэм-дэм Бля Дэм-дэм-дэм-дэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-dэм-d Дроулинг какой-то сумасшедший вообще, да? Очень странная структура этой композиции, честно говоря. Лучший парт, который здесь есть, это маленькая часть аутро, которая идет до бесконечно повторяющегося блюю, да? Вот эту часть я бы хотел видеть в припеве, вот эту часть. Какие-то из этих кусков можно было забрать, не совсем стакается музыка. Вот хотелось прямо, я думаю, ну сейчас он опять спокойно, вот там, этот едкий дым, едкий дым, вдыхаю дым, этот едкий дым, дэм, дэм, дэм. Дэм, сон, где ты нашел это? Ну что? Неплохо, реально, неплохо. Самый сильный парт вот этот. Хорошо идет на спокойном. Музыка как будто хочет большего. Реально. Неплохая песня. Хорошая, спокойная харизма. Как будто музыка тут вот... В общем, я всю песню вот ждал, 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 ждал. Вот здесь дождался, потом мне пустили другой парт. Вот это слишком долго, потом еще какое-то аутро. Что-то перемудрено, в общем, очень странная песня. Странная очень песня. Люди сейчас жут, не понимаем, блюсь, все прекрасно. Напоминаешь, знаешь. Идея прикольная, этот едкий дым, блюю, блюю, да. Это весьма неплохо. А рай или ад? Завершающая песня, закрывающая этот альбом, звучит солидно. Должно быть что-то очень мощное. Погнали! Если я умру на твоих руках, не вини себя. Если я умру на твоих глазах, это будет рай или я. Если я умру на твоих руках, не вини себя. Красиво. Если я умру на твоих глазах, это будет рай или я. Рай или я. Рай или я. Рай или я. Как будто яд еще, да, звучит? А как яд звучит. Рай или я. Рай или я. Бесчестный мой, беспомощный. О, вот это мощно. Беля, где на что бы любить себя. Но все они беспомощны. Беля, где на что бы любить себя. Беля, где на что бы любить себя. ой беспомощный честно бойко с текстом точно все правильно концертник лютый грамотник лютого лови рыдьки лови 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 Да, 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 да. Там целая шлема. В общем, альбом закрывает эти песни вот этим аутром. Да уж. Прямо полностью, да. Да, хочется поаплодировать на самом деле. Вот оно и закончилось. Так что как будто хочется встать, поаплодировать, да. Большое спасибо за большую работу. Альбом растянулся на несколько лет, да, по созданию его, так сказать. Тем не менее, получилось написать книгу, как и шла речь о чем. Книгу жизни, книгу рассуждений, книгу мудрости, книгу поиска пути, поиска Бога на самом деле, поиска смысла. Дух мира. Как какое-то противостояние человека, поиск его. Вот если я умру, это будет рай или ад, типа, да. Куда ты попадешь, за счет чего, почему ты умрешь, за что ты погибаешь, что ты ищешь, что происходит в твоей жизни в целом. То есть это как будто бы история про человека, который очень сильно хочет найти что-то более высокое, чем бесконечная война, происходящая во всех аспектах жизни человека. Не имеется в виду война, которая война, а война даже с точки зрения какой-то грызни людей, какой-то зависти, какого-то обмана, еще чего-то. Вот этот плач, крик его, он как будто об этом весь. И мы получили эту книгу, эту историю. То есть я благодарен, да, команде всей, потому что тут видно работу вот гитаристов, да, и в целом ребят, которые дико любят это. Прям реально. Они очень любят эту, всю эту вещь. И у них получилось перенести, пересоздать эмоции, да, дух мира. У них 100% получилось создать атмосферу сумасшедшую и музыкально, которая наполнена. А продюсер, продюсер Джизус, да, все-таки тоже можно поставить. Это же, ну, получается продюсерский как бы альбом, да, который как будто бы можно и воткнуть сюда, да. Ну, по идее. Да, ребят, это очень актуальная музыка для нынешнего момента, для нынешнего времени, в котором кроме грызни людей друг с другом, кроме выяснения центров сил и вопросов, и мы в этом моменте, так сказать, вынуждены, все, все, что мы вынуждены делать, это выбирать центр силы, да, за который мы воюем, блядь. Как тысячи лет назад, то есть ничего не поменялось. То есть стихотворение человек, который открывает этот альбом, оно для нас на данный момент недостижимо. То есть мы продолжаем лишь путь поиска себя как формы, которая может назвать себя человек, который действительно ведет осознанный образ существования, осознанный образ жизни, ведущий к любви, граням любви. И я говорю, да, я чувствую об этом, в общем-то, кричит Джизус. Мне кажется, у него получилось создать то, о чем он рассказывал, то, о чем он говорил, то, в чем он видел главное, в чем он видел суть. Получилось у него сделать о смыслах, о больших смыслах альбом, да. Добавить можно очень много песен отсюда, реально. Вот мы взяли две, четыре можно смело вообще брать, да, просто мы две берем максимум. Рай можно взять, сто процентов, да. Фух, бля, жестко прям, да. Короче, песен шесть отсюда можно забрать смело, реально. Мы все NPC, да, вот как бы при этом, в общем-то, про это, в общем-то, и есть альбом, на самом деле, про то, что хватит быть NPC, да. Да, человеком можно попробовать тоже побыть. И он пытается кричать, да, при этом он как бы против этого всего, но он нам четко дал понять, что, типа, я хочу жить, я хочу нести свет, я хочу с собой что-то поменять, я хочу сделать мир лучше. И он поет о насущных проблемах, происходящих вокруг. Это очень круто, и делает он это в очень хорошей форме. Есть, конечно, нюансы определенные. Допустим, атмосфера вайп точно пять баллов, сто процентов пять баллов. Здесь, конечно, мы сразу заберем на обложку, да, эту историю, обложка месяца. Здесь мы ставим альбом. Реализация стиля. Где-то сведение подкачало, где-то есть бросовые парты. Это не десятка сто процентов, восемь-девять баллов здесь. Насчет девятки, я не знаю, опять же, что касается с видоса. Если чисто подходить без фанатизма, объективно, альбом звучит очень по-разному, очень песни звучат по-разному, вокал звучит по-разному. Какое-то отношение, так сказать, старание к созданию куплетов. Я понимаю, что это очень такая душевная история и личная, да, но если подходить с точки зрения именно, так сказать, музыкального восприятия, как будто бы восемь-девять баллов я мог бы поставить этой работе. Я не знаю, сколько именно. Девять как будто даже много-немного, честно. За харизму я поставлю десять сразу, да, тоже, чтобы было без вопросов, потому что то, как он выкладывается в куплетах, в припевах, какие он делает контрасты, это прям, ну, железобетон. При этом на харизме, вот он, 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 он выйдет на харизме. За счет этого мы сразу не раздумывали. Тут поставили пять баллов, да, здесь оно. Но реализацию я поставлю восемь баллов все-таки, то есть вот как-то так. Структура ритмика. Кое-где были песни не отсюда. Кое-где это большие шикарные хиты. Где-то было много повторений, да. Где-то хрон ощущается, где-то не ощущается. При этом вне зависимости от того, сколько реально идет песня. Она может идти четыре минуты, ощущается как две. Может идти два-сорок, ощущается как три-пятьдесят. Вот, поэтому структура, структура где-то баллов восемь я бы поставил. Плюс концепт. То есть альбом, да, восемь баллов я ставлю тут чисто с точки зрения техники. И за концепт я добавляю балл. Спасибо большое. Рифмы и образы. Рифмы и образы. Образы и рифмы так, так, так. Что касается рифмы, кое-где простоватый. Типа на семь-восемь. Что касается образов, круто. На девять баллов точно. Альбому я готов поставить восемь баллов. Восемь, девять, не знаю. Девять как будто бы будет много. Так, 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 да. Альбом месяца. Железно. Мы это номинируем на альбом месяца. Вне зависимости от баллов. Вне зависимости от каких-то объективных, так сказать, параметров. Да, я думаю, что восемь, девять баллов за текст. Опять же, да, с точки зрения концепта, с точки зрения глубины, так сказать, его проникновения, вот этих всех галактика и то, да, вот это рассказы, повествования. Пусть будет девять баллов, реально. Пусть будет девять. Это интересно, правда. Пусть будет девять. Трендовость и актуальность жанра. Но это не поп-рок, правильно? Это ракешник прям настоящий, в чистом виде, да, в чистом виде ракешник. Сейчас, надо посмотреть, что мы тут можем поставить, да, ему. Ну, какие баллы именно за... Ну, типа, это не пять, сто процентов, да, это у нас все-таки... Так, сейчас. Четверка, да, я думаю? Я думаю, что четверка это должна быть здесь. Четверочка. Да, тройка, четверка, четверка, да, то есть где-то тройка, где-то четверка. А, при этом у нас есть такие песни, как «Галактика», да. Блин, по-моему, тут глубже она, сложнее музыка, вот, чем и в «Господин Никто». Кстати, баллов больше уже набрал альбом, чем в «Господин Никто». Именно с точки зрения структуры, да. Хорошие оценки у Джизуса в целом. Ой, блин, три, наверное. Наверное, три. Да не, ребят, блин, это не говорит о плохой альбом. Вот, 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 вот он, вот здесь, вот здесь, вот уровень повествования, да, и вот здесь тоже, еще и с концептом. Но, что касается... Ладно, блин, давайте посмотрим. Ну, там, спирит, допустим, тройка, да. Сейчас, секунду, вот заповедь, ну, интруха, ладно. Ну, это три, точно, три балла. Точно, три даже. Это четверка, четверка плюс, причем, даже. Ну, непонятно, три-четыре балла. Блин, очень мне какую-то песню напоминает это. Тони Дефо мне песню это напоминает. Трек «Я ждал тебя», ждал тебя. Мне напоминает песню Тони Дефо из альбома «Пулимер». Вот, это, наверное... Либо это что-то кноу. Короче, просто по вебу. Я потом вам поставлю. Вы не сможете сейчас понять, о чем я говорю. Я так думаю. Да. Любое поколение мое, его песня, да. «Я жделась в последних капли дождя», «Дождя», 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 «Дождя» «Вести свет». Ну, это тоже троечка. «Сос, почти, 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 раз». Это четверочка. «Я, прекрасно, мое поколение». Тройка. Четверка. Ну, видите, бля, ну, че за дерьмо? Тройка, четверка, тройка, четверка. Мне без разницы, брочи, чат пишет, честно. Потому что многие пришли люди, которые хотят просто больше балл альбому заутать. Или они сидят на ставках. Если я буду сомневаться, я спрошу. «Поп-Рок» пятерка. «Поп-Рок» было бы 5 баллов. Короче, да, 3,5-4 балла. 3,5-3,5, это не 3. Ну, короче, я вот вижу, да, тут просто, ну, есть и то, и другое, да. Ебать, как множитель, да, решает прям 1,76. База большая. Короче, пусть будет вот так. Пусть будет вот так. Какие-то песни есть на четверку, какие-то песни есть на тройку. 3,5, ну, пусть будет в 4, да, это. Тяжело здесь, реально тяжело. Может быть, я не объективен здесь, да, самый такой, блядь, параметр. Но если спорно, пусть будет 4 балла в данном случае, да, потому что все-таки есть много песен, довольно таких активно работающих, несложного глубокого рока, да, какого-то старого. 76 баллов, очень много. Спасибо. Это было очень круто. Две песни мы оценили, лучший трек оценили мы, и забрали, так сказать, с этого. Но еще и на продюсер мы забрали. Давайте посмотрим, что у нас по итогу тут получается у Джизуса. Бам. 76 баллов, да, 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 да. 71 было, 76 баллов. 9, 9, 8, 10. А по сути, в совокупности же те же самые, да, баллы. 9, 9, 8, только по-другому, да. Десятка стабильна у нас всегда идет здесь, да, стабильна десятка. Здесь было 9, здесь теперь 8, да, 2 девятки тут по тексту, здесь по структуре. А, восьмерка, ну, тут в принципе тоже восьмерка, но еще за концепт, да, добавили. Поэтому довольно близкий альбом, но по общему впечатлению, я думаю, что Дух Мира сильнее. Дух Мира сильнее прям точно, типа, и он концептуален, и дико. Дико крут по звучанию, ну, есть вот такие песни, да, вот, вот, типа, о чем речь. Ой, вот так вот, друзья, вот так вот. Спасибо, спасибо, это было круто, мне очень понравилось. Спасибо Джизусу, спасибо всей команде, я надеюсь, вам тоже понравилось. Это было шикарно. Спасибо. Тренд завысил все же ты. Не знаю, может быть, может быть, но вот 3,5 было. Ты видел, все видели, не знаю. Можно ли поставить 3? Можно поставить 3. Можно поставить 4? Можно поставить 4. такое короче спасибо круто кайф